Какими будут талисманы Олимпийских игр 2020? Появится ли Wi-Fi во всех самолетах, пролетающих над Атлантикой? И в каком американском городе количество супергероев на квадратный метр сейчас просто зашкаливает? Об этом и не только в нашем обзоре. Япония представила талисманы к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио. Две забавные фигурки, Мирайтова и Санэйти, имеют символическое значение и обозначают будущее и могущество. Они были созданы иллюстратором Рио Тонегучи, выигравшим международный конкурс по созданию талисмана для Олимпийских игр. А судьями выступили дети. SpaceX запустила очередной спутник с мыса Канаверал, что в штате Флорида. Сателлит предназначен для обеспечения Wi-Fi сетью авиапассажиров, совершающих перелеты над северной частью Атлантического океана. Компания сообщила, что спутник успешно доставлен на орбиту и уже готов к работе. Оператору одного из гавайских каналов удалось снять захватывающее видео потоков лавы вулкана Килауэа. В результате этого над побережьями образовались густые облака. За время извержения вулканическая лава уничтожила почти 800 домов, а более 10 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться из зоны стихийного бедствия. В Сан-Диего стартовал международный фестиваль комиксов Comic-Con, где представили трейлеры продолжения популярных фильмов от студии Marvel и DC. В этом году 48-й по счету фестиваль также порадовал новыми анимационными сериалами, которые выйдут в прокат уже к концу этого года. В Лос-Анджелесе полиция взяла по стражу заложника, который забаррикадировался в супермаркете. Подозреваемый удерживал в магазине 6 человек, а перед тем, как сдаться в руки полиции, убил женщину. Сейчас медики осматривают пострадавших, а преступник задержан и ждет окончательного решения суда. Продолжение следует...